Вот что я принес сегодня. Конечно, мне могут возразить, что как бы уже накал страстей упал, и говорить об этом не нужно, но я немножко хочу пошире взять, так сказать, проблему, чем чисто тот частный случай, о котором об этой новости неделю вокруг шумели рыбаки. То есть я хотел бы интернет-конфликт между Ксенией Анатольевной Собчак и Чулпан Хаматовой, а на самом-то деле конфликт между Ксенией Анатольевной Собчак и той частью общества, которая свистела на нее, я хочу этот конфликт развернуть в несколько более широкой плоскости. Меня вообще давно уже интересует проблема благотворительности. Я, наконец, не могу молчать, опять же. Я просто хочу сказать, что, по моему глубокому мнению и убеждению, трудно найти что-нибудь такое, за чем кроется больше мерзости, чем за благотворительностью. Ну, может быть, патриотизм еще несколько, так сказать, перешибает благотворительность, в смысле накопления мерзости за своей спиной, но благотворительность, конечно, это уже давно осыпавшаяся, продыряв вленная маска, треснувшая, за которой кроется, конечно, огромное количество всякой жути. И, безусловно, я имею в виду благотворительность организованную в нашем государстве, фондовую. Мне кажется, что люди, которые занимаются этим, делятся на две неравных группы. В меньшую группу входят так называемые фигуры представительства, то есть люди, именами и лицами которых покрывается вот эта вся фондовня, да, то есть выдвигается всегда некая общественно значимая, интересующаяся фигура, актриса, какой-то политический деятель. Жупел некий. Жупел, вот, некий. А за ними, за этими, так сказать, товарищами, часть которых, мне кажется, все-таки, я хочу в это верить, просто не отдает себе отчета в том, что они делают, да? Часть отдает. Ну, некая инерция мышления, инерция жизни. Инерция мышления, инерция жизни, да. Хорошие люди, они просто берут и через это... Я не знаю, хорошие ли они люди. Ну, те, кто хочет действительно помочь. Ну, те, кто хочет действительно помочь, фондовой благотворительностью не занимаются. Потому что на самом деле благотворительность это простейшее дело. Но им кажется, что это не совсем простое дело. И поэтому эта вот сложность снимает именно система фондов. Ну, может быть. Но что может быть проще? Вот ты узнал, что где-то живет больной ребенок. Ну, прекрасно. Пойди в больницу, где его лечат, да? Да? Узнай эквизиты этой больницы, да? И оплати счет на лечение этого ребенка из своих средств сам. Да-да. Привлеки к этому своих друзей. И оплачивайте конкретные счета конкретно больных людей. Не хотите оплачивать счета, есть другой выход. Приедьте к этому ребенку домой. Или, так сказать, пусть приедет к этому ребенку домой ваш курьер, если вы хотите остаться инкогнито. И просто дайте деньги наличными. Или лекарства, или какие-то вещи. Или лекарства. Или отправьте этого ребенка на лечение в Германию. Это называется адресная помощь. Это называется адресная помощь. То есть, вот это помощью и называется. Вот я взял и оплатил лечение конкретного человека. Или купил ему квартиру, если он обездолен, да? Или купил ему машину, если он, так сказать... Обезножен. Да, да. То есть, я что-то сделал для него сам. Нет. Вместо этого создаются некие фонды, за которыми, может быть, и во всем мире так, я не знаю. Но уж в России-то точно кроется огромное количество негодяев, которые просто либо отмывают деньги на этом деле, либо отмывают свою опоганенную совесть. Ведь что происходит на самом деле? Россия – богатейшая страна в мире. Я, мне, так сказать, трудно. Я вообще не знаю, есть ли еще в мире такая богатая страна, как Россия. Может быть, и есть, но я не знаю. Думаю, что нет, да? На те деньги, которые государство получает от продажи полезных и бесполезных ископаемых и от прочей всякой продажи, можно в каждой деревне построить американский медицинский центр. Оснастить его прекрасной аппаратурой, дивными лекарствами. Который произведен на Малой Арнаутской, 45. И по своему… Мы знаем, что лопидолом. Да. Потому что не будем на зале. Да, да, да. Каким-то лекарством, которое является, по сути, фуфломицином, да? Вот, фуфломицином. А, так сказать, настоящее – купить какие-то, так сказать, диагностические и лечебные аппараты, да? Более того, пригласить в эту больницу заграничных врачей на эти деньги можно. Или выучить своих. У нас другая практика есть – покупать томографы туда, куда они не нужны. Томографы, которые сначала… Действительно, да, да. На 57 рублей. То есть в каждом населённом пункте Российской Федерации можно построить несколько медицинских центров. Американский, швейцарский, итальянский, израильский. Израильский. И пусть они конкурируют друг с другом. Да, а мы на это смотрим. А мы на это смотрим, да. И всё это происходит в деревне нижней кипятки. Да, конечно. И жители соседних деревень, они съезжаются, потому что в пределах происходит то же самое. Потому что в верхних кипятках, равно как и в средних. Да. Есть тоже несколько медицинских центров. Это прекрасно. Правда? Это прекрасно. Да. Это можно было сделать? Легко. Давно. Можно это было сделать за те 12 лет, что Владимир Владимирович устроил нам счастливое… Раза три. Раза три. А до него? Ой, не более. Раза 33. Правда? То есть, вот ведь простейший элемент… Вместо этого создаются некие фонды. Причём их много, этих фондов. Но из них выбирается один, почему-то, за спиной которого стоит власть. Остальные фонды, за спиной которых власть не стоит, прозябают. Ну, они как прозябают? То есть, за ними стоят тоже какие-то воры. Но это воры меньшего калибра. Неужели эту простейшую вещь не может осмыслить госпожа Хаматова? Неужели это такой… Такой беном Ньютона? Да вовсе нет. Это не беном Ньютон. Более того, собственно говоря… Знаете, вот в моей жизни была одна история… Я не буду называть фамилии… Которая, на мой взгляд, на эту проблему проливает ярчайший свет. Значит, у меня был друг. Талантливый человек, очень. Он и сейчас есть, просто мы давно уже, так сказать, не видимся. Тоже доктор? Нет, он не доктор. Он прекрасный бард и поэт. Тоже хорошо. Прекрасный, очень талантливый человек. И он инвалид по зрению с детства. И вот у этого моего друга было много приятелей. И один из этих приятелей был продюсером, который катал по городам и весям, тогда еще Советского Союза, а потом России, одного очень талантливого артиста. И все время жаловался на то, что огромное количество денег он платит в налоги. Да? И вдруг этот мой, значит, друг, да, вот этот бард и поэт, приходит ко мне с сияющим лицом и говорит, боже мой, боже мой, все решилось. Все решилось. Этот продюсер сказал ему, слушай, а давай я буду катать тебя вместе с этим артистом, первым отделением будешь ты, а вторым будет он. Но я буду списывать на тебя все эти доходы, потому что с инвалидов налогов или нет совсем, или они мизерны. Вот что это такое? Вот это советская, она же российская, благотворительность. Причем, что меня больше всего убивает, вот я за эту неделю, что, или сколько там прошло со времени? Да, неделю. Неделю. Я за эту неделю множество раз от разных людей, в лицах которых читается ум, слышал такое соображение. Это совершенно не важно. За то, что она помогает детям, можно простить все, включая воровство. Я спрашиваю, и убийство можно простить? Насилие, предательство. Так вот это же и есть, мы подходим к самому химику. Вот, ты понимаешь, да? Чистые и грязные руки, благотворительность. Ты понимаешь, чистые, да. То есть, оказывается, оказывается, можно все совершенно простить за это. То есть, ту простейшую истину, что если в основе некоего благого дела лежит дерьмо, и это дерьмо делает благое дело неблагим, вот эту простейшую истину как бы не понимает никто. Как это так вообще? Это просто, ну, я, что меня больше-то всего, да, изумляет? Почему вот эту простую вещь, которую понимаю я, понимаешь ты, Саша, понимаешь ты, Андрюша? Почему эту простейшую вещь не понимает госпожа Хаматова? Ну, тут очень много. Мы не можем сглесить ее голову, поэтому сложно сказать, понимает ли она ее, не понимает. Здесь дилемма, Андрюша, если она это не понимает, она глупа. Если она понимает это и продолжает это делать, она кто? Я думаю, что она руководствуется, мне кажется, очень простым соображением. Она просто делает практическую работу и не задумываясь о том, что многоточие. Об этом много звучало. Я думаю, что у нее устроено внутри именно так. Ну, то есть, ты рассказываешь мне старую историю, которую приписывают разным двум режиссерам, поскольку приписывают разным, я не буду фамилии называть. Это старая история, когда беседуют два режиссера после какой-то премьеры спектакля в ресторане, и один режиссер, задумчиво куря, говорит другому, все-таки актеры, это очень странные люди. Это точно. А второй ему говорит, рассеян, он говорит, вы думаете, они люди? Это был Тарковский. Вот кто говорит Тарковский, а кто говорит Эфрос? Нет, 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 ну может быть. Я не знаю, что Тарковский считают. Да, актеров вообще не люди меняют. Да, то есть, ты хочешь сказать... Интересно удивлялся, когда кто-то о них назывался, как о взрослых, умных людях. Да, то есть, ты хочешь... И чем дальше, тем больше об этом убеждаешься. Совершенно верно. То есть, ты хочешь сказать, что госпожа Ахаматова, как большинство актеров, это голая форма, и к ней нельзя предъявлять никаких претензий? Думаю, да. В смысле содержания? Думаю, да. Как и подавляющей массе. Хорошо. Тогда у меня просто вот этот пафос, с которым я сейчас этот, значит, подкаст веду, обращен ко всем обычным людям, не к актерам. Неужели, господа, мы с вами этого не понимаем? Вот те, кто свистел на Ксению Собчак в зале, сидели, вот эти во фраках с бабочками, они этого не понимают? А ведь они соль земли. Ведь они, так сказать, инженеры человеческих туш. Соль и соль. Они же, так сказать, да, они же там снимают какие-то кило шедевры. Ну, какая земля, какая и соль. Ну, совершенно верно. То есть, кто это сказал? Какая элита, такое и жилье. Это знаешь, да, эту историю? Когда Тина Канделаки написала гневный пост на ихе Москвы в блоге, что она живет в элитном жилье, которая отвратительно по своей, просто там все течет, все рушится, там какие-то, какое-то хамье последнее обслуживает все это, да? И кто-то ей пишет в комментариях, ну какая элита? Да, да, это хорошо. Может, да, да. Но я просто вот, меня это совершенно, ну, страшным образом возмущает. Причем здесь действительно эксплуатируется, самым безобразным образом эксплуатируется одна из самых нежных струн человеческой души – сострадание. А, она всегда эксплуатируется, как говорится, для всех целей, для политических, для финансовых, для еще каких-то. Это очень выгодно, потому что даже в рекламе она используется для того, чтобы привлечь, как действительно тронуть вот эти струны, как говорится. То есть, вот, понимаете, то есть, короче говоря, это не благотворительность. Как наш патриотизм – это не патриотизм, так наша благотворительность – это не благотворительность. Это воровская отмывочно-помывочная контора. Ну, я бы не был здесь столь категоричен. Окей, категоричность вообще мне свойственна. На самом деле, разные люди, наверное, делают разные вещи с разной целью. Как ты правильно сказал, какие-то неразборчивые, какие-то недальновидные, какие-то, возможно, чем-то скованные. Андрюша, фонд зачем создавать? Вот я работаю в клинике одной. Без минуточку, да? Ну, Юр, ты же понимаешь, зачем нужен фонд. Нет. По сути, я тоже не понимаю. Если фонд нет, бывает. Ну, как не понимаешь? Для отмывки? Подожди, ты не можешь себе представить, что фонд – так, структура, честеная? Нет. В России благотворительный фонд? Не могу. А не в России? Не знаю. Я в других странах не жил. Но я не могу себе представить в России честный бизнес. Ну, Юр, ну, подожди. Честный фонд благотворить? Ну, не могу. Ну, нет. Потому что знаю, как это устроено. Без откатов и распилов здесь не делается вообще ничего. Ну, давай все-таки мы не будем общать совсем уже. Почему? Почему? Потому что это, как любое, вообще не хромает. Нет, ну, подожди. Это не вполне так. Это система. Я тебе могу сказать и о честном бизнесе, и есть честный бизнес. Другое дело, что его настолько мало, но он есть. Ну, ладно. Как категория. Это раз. Саша. Теперь, что касается фондовую благотворительность. Я вполне допускаю, что есть фонды в России. Хорошо. Я слово «все» заменяю на большинство. Могу? Это другое дело. Пожалуйста. А наш подкаст расцветает какими-то новыми... Я не видел ни одного в России бизнеса, который не платил бы откаты. Не знаю таких бизнесов. Не знаю ни одного фонда благотворительного, за которым не стояла бы воровская структура. Не знаю. Возможно, это мой порог. Пусть меня просветят. Короче говоря, если я хочу сделать доброе дело, помочь инвалиду, я помогаю ему сам. Чем могу? У меня нет денег, я хожу для него в магазин. Да. Или я куплю ему трость. Я не знаю. Это понятно и всем нам, и энному количеству людей, форма благотворительности. Это понятно, адресно и беспосредственно. Да. Так вот, нормальные, человеческие, не воровские, не отмывочные фонды нужны для того, чтобы мы, такие люди, не искали этих людей, кому мы хотим, потому что мы хорошие люди, помочь. Этим занимается фонд, который немножечко получает зарплату за то, что ищет этих людей. Занимается этим профессионально, пока мы работаем и занимаемся своими бизнесами, из которых потом платим туда, в этот фонд благотворительности. Они этим занимаются. Они находят этих людей честно, нестяжательски, и они получают немножечко денег за организацию всего этого. Это такая схема. Саша, если ты знаешь такие фонды, я за тебя рад. Нет, я просто говорю о том, для чего нужны фонды, как категория, как институт. Где, здесь? Ну, вообще. Нет, подожди. То, что ты сказал, что... Вообще, этот фонд существует в конкретной экономике? Или нет? Вот в конкретной... А, ты перевязываешь все это... Безусловно. Этот фонд существует в условиях конкретной экономической атмосферы? Я понимаю, что тут надо быть экономистом, чтобы знать, возможно ли его законное экономическое существование. Я не могу сказать. Хорошо. В таком случае я скажу, как в суде. Не знаю. Мое частное оценочное мнение заключается в том, что в условиях российской экономической атмосферы существование таких фондов, о которых сказал только что ты, по определению невозможно. Ну, для этого нужно знать законы. Возможно. Экономический закон. Наверное, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok